всем снова добрый вечер наша недельная глава я просил выключить макрофоны наша недельная глава это глава бешалах очень важная глава еще нас называется этот шаббат называется шаббат шира шаббат песня почему потому что как вы знаете в этот шаббат мы читаем песни на море и в принципе одно из центральных скажем так мест на центральных не занимает нашей главе это развержение моря то что произошло на море переход моря еврейским народом но мы сегодня поговорим очень интересной теме мы поговорим о мидраше который связывает между акидат и цхак возношение связывания на жертвы и цхака и между развержением между развержением я просил выключать пожалуйста микрофон и следить за этим желательно не прикасаться потому что это очень мешает камеру можно оставить даже нужно так окей так вот мы будем говорить про мидраж который связывает между акидат и цхак возношение на жертвы и цхака и между раскуплением моря суф я не очень люблю называть это красным морем по одной причине потому что это море суф именно и есть по многим мнениям вообще красного моря не имеет никого отношения причем моря может быть даже вообще озеро было как на синае а не то известное нам красное море окей почему то есть мы увидим некоторые вещи и узнаем очень глубокие связи между этими вещами между акидат и цхаки и развержением моря окей начнем дело в том что есть мидраж который звучит так нам тора рассказывает что когда аврагам встает с утра для того чтобы исполнить заповедь всевышнего возложить своего сына на жертву там сказано следующее и стал аврагам утром и снарядил своего осла и взял двух отроков собой и цхака сына своего воевка и цей ула то есть и слова и специально сказал на иврите потому что очень важно для медража и в к имеется ввиду что он с собой взял лучше открою и прочитаю оттуда так будет проще то есть самой внутри это и наколол воевка это наколол дров для все сожжения встал и пошел на место которым сказал ему бог и говорит мидраж очень интересную вещь воевка отцы ола и наколол деревья то есть дров для жертвы сожжения улай даже сожжения рабихия барабий оси амарлем еще рабимайша витамилем и шум рабибаная рабихия сын раби оси сказал от имени рабимешая так учили от от имени рабибная в заслугу двух вот этих вот кио то есть двух вот этих вот как на колене дров который сделал авраам то есть да по подложению деревья деревьев все сожжения удостоился народ израиля что то есть удостоился сына его сыновья что всевышний бака лиф негэм это ям то есть да что он расколол перед ними море то есть в принципе то по медражу вроде он делает куда связь и слова бака то есть да воевка отцы ола то есть да и наколол дров для бджету всесожжения и между сказано сказано в баку амайн то есть да и раскололась вода и вроде бы легендистическая такая связь которыми дров связаны из этого учит то что сделал абраган в конце концов было заслугой для учить его потомков чтобы им разверглась море все классное замечаем это выглядит скажем так последней строчкой связи но не вы это связи непонятно и мы то что сегодня пробуем сделать попробуем понять связь между то есть является только лингвистичным то есть то что называется мудрецы когда сделали дрошу это нужно было для того чтобы сказать идею и просто увидели похожие слов и попробовали их связать или здесь заложено что-то намного более фундаментально намного более глубокое по простому с первого взгляда можно сказать что это мамаж это игра слов то есть да увидели текстуально то есть похожесть и сказали то есть да и хотели то есть сказали и привести какую-то идею я баку амай баевка и так далее но в чем проблема проблема в том что есть другой мидраж другой мидраж которым та же самая идея что действие абрама сакинаты цах повлияли на заслугу развержения моря мы будем разбирать как и что и почему какая связь но идея это повторяется снова другом мидраше другой мидраж говорит так учил раби ишмаэль того херыв яд то есть и придет меч руки и остановит напротив то есть меча в руке о чем идет речь тава херыв яд сейчас аврама вино то есть придет тот кинжал который тот нож который То есть использовал Авраам Мавину, как сказано, и Авраам взял в руки свои вот этот вот нож для того, чтобы зарезать своего сына. Вот этот вот нож придет и встанет напротив меча фараона, как сказано, алик хорби тарышему яди. То есть это уже в самой песне на море сказано, алик хорби, то есть в принципе вытащу меч из ножен своих и сейчас попробую, то есть я пробую, то есть просто тарышему яди, я просто пытаюсь найти, в принципе, то есть захватит рука моя. То есть смысл такой же, то есть стих вообще другие уже стихи, и речь идет вообще уже не о текстуальной похожести, а речь идет уже о смысловой нагрузке, что вот тот меч, который занес, то есть вот этот вот кинжал, который занес Авраам над Эцхаком, это тот кинжал, который остановил потом фараона. То есть там тоже игра херов-херов, но все равно в конце концов из-за того, что эта идея повторяется, то мы не можем, и уже с другим вообще стихом, то мы не можем сказать, что похожесть только в слове, которое пытался Медраж предыдущий сказать. Мы говорим, что скорее всего в этой, то есть связь, которая между кинжал и развержением моря, намного более глубокая и намного более серьезная, чем просто несколько текстуальных похожестей. И давайте попробуем разобрать. По-настоящему, если мы углубимся, скажем так, станем исследователем библейского текста, назовемся вот такими, то есть, на секундочку станем исследователем и начнем разбирать некоторые похожести. Некоторые похожести, причем часть похожестей, они текстуальные, лингвистические, а часть из них ассоциативные, а часть из них вообще, то есть, скажем так, что называется содержательные, то есть, по содержанию. Во-первых, есть текстуальные. В обоих случаях и на море с Авраамом есть понятие нысьят и найм, то есть вознесение взгляда, вознесение очей, чтобы увидеть. Про Авраама сказано, и на третий день и поднял Авраам свои очи, то есть, на третий день, когда они пошли из гору Всевышнего, которую он укажет, то есть, на третий день он поднял глаза, и увидел место издалека. Сказано, и потом снова сказано, в Иса, Авраам, это и на, то есть, и поднял, то есть, устремил взор свой Авраам и увидел, и вот уже после Акфиды, то есть, да, когда Всевышний сказал ему прекратить, то есть, не трогать сына, он снова поднял свой взор и увидел, что он увидел этого овна, который запутался в кустах. То есть, слово Иса и Инаф повторяется с Авраамом два раза. То же самое мы увидим с моря. Мы читаем у нас в 14 главе, мы читаем, что и порой приблизился, и порой приблизился, и сыны Израиля подняли глаза свои, наявили двучи. То есть, да, народ Израиля, то есть, возвели очи свои, и вот Египет, Египет двигается за ними, весьма устрашиваясь, и запилился на Израиля Господь. То есть, да, в принципе, есть текстуальная похожесть, то есть, да, то есть, то, что они поднимают, веки что-то видят, глаза, то есть, и видят. Второе. Посреди дороги происходит очень интересная вещь. Посреди дороги Авраам обращается к своим отрокам, которые с ним пошли. То есть, сказано, увайомашилиши на третий день. И сказал Авраам отрокам, вы останетесь здесь с ослом, а я и отрок пойдем и поклонимся и вернемся к вам. Авраам. То есть, да, это то, что происходит с Авраамом. Смотрите, что происходит. Здесь уже работает система немножко другая. Здесь уже происходит очень жесткая ассоциация с чем? Так как Муше обращается к фараону и сказал, То есть, да, я сказал, то есть, и обратился к нам Бог Еврим. Пойдем дорогой трех дней в пустыне. Вы не сбыхали, а шемелокей, но принесем жертву Господу. Смотрите, как это, то есть, жесткая ассоциация. Тут три дня, и они пойдут, поклонятся Всевышнему. Здесь уйдем на три дня и поклонимся, то есть, и принесем жертвопоношение Всевышнему. То есть, в принципе, народ Израиля, так же, как и Авраам, двигается три дня к движению к службе Всевышнему. Так или иначе. Очень жесткая ассоциативная вещь, которая повторяется. Третье. Есть два корня, которые крутятся постоянно там. И у Авраама, и у нашего народа Израиля. То есть, когда мы говорим про раздражение моря Суф. Снова я повторю. Мы сейчас с вами исследователи. Пытаемся найти похожести. Потом эти же похожести нам построят систему для понимания, какая же связь между Исакидой и что мы уже с этого учим. Итак, у нас есть корень Рейш-Али, Ре, это место видеть, и корень Юд-Рейш-Али, это Яр или Яра-Э, имеется в виду Трепет. Смотрите, что мы читаем по поводу жертвопроношения Циатра. Тут я обязан читать на иврите, то есть меня простит Таля, потому что очень важно слышать на слух эти корни, как они играют. Потом переведу, все нормально. То есть, и было третий день, и поднял Авраам свои глаза, и увидел место издалека. То есть, когда Авраам идет с Хаком и спрашивает, а где Агнец, говорит ему Авраам и сказал Авраам, Бог покажет ему Агнеца для восхожжения сын мой. Дальше, вот, в конце этого жертвопроношения Всевышний говорит, не Всевышний, Ангел Всевышний говорит, и сейчас я знал, ибо ты богобоязнь, Ере-Элуким. И снова поднял Авраам свои глаза, и увидел, и увидел, и вот он и другой, то есть запутался своими... ...рогами в кусте. Вейкра врагам шема маком гу гашем и раэ. То есть, и назвал то место врагам, Всевышний будет увиден, то есть раскроется. Ашир юмар гайом бе гарашем и раэ. Сказывается, в этот день на горе Всевышнего будет показано. То есть, смотрите, и богобоязненность, то есть трепет перед Всевышним, и видение проявляется постоянно, корень гуляет. Теперь перейдем на развержение моря. Смотрите, что там звучит. То есть, смотрите, и паро приблизился, и подняли, то есть народ израиля, то есть сыновей Израиля, свои глаза, и вот за ними мчится египет. И очень трепетали, очень забояли. Слово ира, от слова трепетать. То есть, и вас попили к Всевышнему. Дальше, что сказано, что Всевышний говорит народу. Потом. Не боитесь, не трепетите. То есть, встаньте. И увидьте спасение Всевышнего. То, как вы увидели сегодня Египет. То есть, больше их не увидите. От Адулан, то есть, еще навеки. То есть, потом уже, когда Всевышний, то есть, завершил дело, закрыл воды, и погибли египтяне, сказано, и увидел народ Израиль, Египет, мертвым на берегу моря. И увидел великую, то есть, могучую руку Всевышнего, десницу Всевышнего, которую Всевышний делал с Египтом, и вострепитали народ перед Всевышним. И поверили в Моше его раба. То есть, вы видите, как постоянно крутится это слово, то есть, эти корни и там, и там. Теперь еще нужно обратить внимание на очень интересную вещь здесь. Во-первых, то есть, в принципе, если оно так часто повторяется, то у нас есть то, что называется шурошим-манхим. То есть, корни, которые, скажем так, нас направляют. Это направительные корни, которые нам кричат красными флажками. Ребята, вы здесь должны срочно учить что-то. То есть, да, они не зря здесь. И они появляются в обоих главах, то есть, в обоих кусках, в обоих рассказах. Что, естественно, делает сразу связь между двумя этими главами. Но более этого, мы должны обратить внимание на очень интересную вещь. Есть внутренняя связь между самими этими корнями. Корнем юд-рейш-алиф и реэ и корнем рейш-алиф-гей. То есть, да, реэ. То есть, трепетать и видеть. Которые похожи почти полностью во всех своих буквах. То есть, там есть прыжки от букв. То есть, да, она меняется, открывается. Гей на юд меняется иногда. И они упоминаются вместе, скажем так, и периодически, скажем так, по тексту, когда они идут и про кидаты цхаки у нас, они такую создают игру слов постоянную. Которая, скажем так, она не просто игра слов, она игра слов, кстати, со смыслом. У нас то рея, то ира, то рея, то видение, то трепет, то видение, то трепет. То есть, ты видишь и трепещешь, трепещешь и видишь. Я, кстати, то есть, дальше мы немножко разберем, что это видит, трепетать, трепетать и видеть. К чему это связано? Это очень важный момент. Его стоит обратить на него внимание и не потерять. Четвертое соединение. Написано, скажем, в конце Акидаты цхак, в конце сказано Гарашем. То есть, да, Гара Всевышнего, правильно? Как мы читаем, То есть, да, назвал место, то есть, Всевышний раскроет, покажется, раскроется, то есть, увидится. Сказал, в этот день в Горе Всевышнего, то есть, он раскроется. Книга Дворима объясняет, что это за Гарашем. То есть, книга Дворима, книга Диврейга, я имею в виду, прошу прощения. Объясняет Гарашем, то есть, Гара Господа, это Гара Мурья. Это Гара Мурья, называемая Храмовая гора. Там, где Шломо потом построил храм. Правильно? Это то, что мы учим. То есть, да, в принципе, там, где была кеда, там же это Гара, на которой Шломо строил храм. Это Храмовая гора в Руслиме. Теперь, дело в том, что в «Песне на море» тоже упоминается Храмовая гора, где сейчас я вам открою, чтобы я с ума не сходил это переводить, и зачитаю это уже в переводе. «Введешь их и насадишь их на горе у дела твоего», то есть, гора Всевышнего, на месте, что жилищем ты сделал себе Господь, во святилище владыка, что устроили руки твои. То есть, на море тоже упоминается Храмовая гора. Там, где будет храм, там, где была кеда. Не просто так. Еще один момент очень интересный. В конце испытания кедой, то есть приношением Ицхака в жертву, Всевышний обещает Аврагаму победу над врагами. Мы это читаем так. «Кибереха вверхахаве ирбе ирбе» То есть, да, «Исладиславит вас, собою тебя и увеличу тебя», то есть, увеличу твое семя, как звезды небесные и как песок. Кстати, здесь тоже очень интересный момент. «Альспад гаям» на берегу моря. И унаследуют твои потомки Шаруйва, то есть, да, врата врагов. То есть, в принципе, унаследуют врагов. У нас в песне на море тоже появляются похожие вещи. «Амар уев ирдов асиг, сказал враг, буду гнаться догоню». То есть, да, «Ахалек шалал тималему харби». То есть, да, «разделю добычу, наполню меч мой». «Арик харби ваторошема». Что здесь происходит? Очень интересная вещь. Здесь, может быть, медраж, который связывал между морем, то есть, родился на том, что тот, кто говорил этот медраж, он связал между этими двумя стихами, то есть, обещание Абрагаму. Он что говорит? Что заслуга Абрагама там, на Акиде, помогла на море. Что обещание, которое было дано Абрагаму, что он победит своих врагов, завязано на чем? На том, что это, то есть, враг, ОЕФ, то есть, да, в Египте, то есть, будет побежден. То есть, да, еще очень интересно, в обоих случаях очень важное место занимает Ангел. У нас есть Ангел и в Натиде, потому что «Вейкрала Малаха Шемина Шамайн», то есть, обратился к Абрагаму Ангел Господень с небес. «Вейомар Аврагам Авраам» в Юмире сказал «Абрагам Авраам», Авраам ему ответил «Я вот здесь». «Вейкрала Малаха Шемина Аврагам Шенит Мина Шамайн» и обратился. И обратился снова к Ангел Господен, то есть к Аврагаму во второй раз. А на море, где мы это видели? На море перед тем, как начинается все развержение моря, когда был ветер и так далее, Египет досягал, что делалось? То есть Ангел Всевышнего, который шел перед лагерем, он ушел за лагерь, в принципе он провел огненную черту между египтянами, между народом Израиля. Это мы знаем, огонь стоял, пока народ Израиля, пока не разверглось море и пока народ Израиля не начал двигаться по морю. То есть в принципе Ангел разделял между египетской армией и народом Израиля всю ночь. И тоже есть похожий, то есть работа Ангела Всевышнего. Еще одна очень интересная завязка происходит на слове Сфат Гаям. Всевышний обещает Аврааму, что его потомство будет как песок на берегу моря. То есть правильно? На море что сказано? На море сказано, что народ Израиля увидел Египет мертвым на берегу моря. То есть есть связь берег моря, берег моря, особенно на фоне того, что во всем Танахе фраза Сфат Гаям упоминается всего 8 раз. И два из этих раз здесь. И есть связь между ними. Таким образом. Теперь. Видите, сколько мы всего нашли? То есть копаясь между Акидат и Цхак, копаясь между то, что происходит вокруг развержения моря. Таким образом, это нас приводит к простому выводу. То, что пришел тот вывод, который сказал Медраж, что заслуга Абрагама на Акидат и Цхак сработала и помогла народу Израиля. Построена не только на похожих воевка, воевакутуюсь. То есть наколол дров и раскололось море. Все намного более глубокое. То есть куча глубоких вещей. Теперь то, что мы должны заняться, это перейти на второй этап. Теперь давайте поймем, что это значит. Что значит эти слова? Что значит эта заслуга? Как это работает? О чем идет речь? С первого взгляда, как бы странная связь между Акидой и развержением моря. Нет. Нельзя сказать, что нет связи между Авраамом и выходом из Египта. Конечно же, есть. Давайте вспомним. Когда нам сказано было, когда было пророчество сказано, что народ Израиля идет в Египте, станет там рабом и потом в конце концов оттуда выйдет с имуществом и так далее. Заветится Авраамом на то, что называется Бритбен Абитарин, то есть союз расчленения, располовинивания, как это называется. Я не знаю, кто на русском правильно сказать. Бритбен Абитарин. Тогда Всевышний сказал Аврааму, что 400 лет народ Израиля будет, то есть твои потомки будут там рабами, и потом они выйдут с большим имуществом, и все будет хорошо. То есть связь есть с выходом из Египта. Более того, есть еще связь, когда Всевышний раскрывается Муше, что он ему говорит. Он говорит, сказал Господь Муше, то есть я раскрывался Аврааму, и так же сделал союз с братцами и так далее, и так далее. И вот я услышал 2 народа Израиля. То есть в принципе Авраам, то есть есть союз с Авраамом, есть с Ацхаком Якова, то есть есть связь, нужно выводить. Ну, это все хорошо с выходом, но почему именно завязалась эта связь не просто с выходом, а именно между Акидат-Ицхаком у Авраама и развержением моря? В этом вопрос. Для того, чтобы это прояснить, нам нужно все эти находки, которые мы нашли, то есть все эти разборки, то есть все находки, которые мы нашли, мы попробуем их собрать вместе и получить из этого пазла, то есть из этих кусков пазла целую картину. Давайте попробуем. Дело в том, что связь между этими главами, между приношением Эцхака в жертву и развержением моря нам выстраивает очень интересную вещь, что путь, скажем так, это масса, то есть этот вот путь, который прошел Авраам к Акиде, то есть причем путь не только физический, но и моральный, духовный, внутренних ощущений и так далее, все, что произошло, то есть этот весь путь, который прошел Авраама до жертву и развержения Эцхака, он как будто предначальный путь, который проходит народ Израиля при выходе из Египта, то есть для перехода моря. Давайте объясним это немножко. По-настоящему, то есть те происшествия, которые происходят, они, скажем так, прокладывают вместе, почти физически, почти физически они прокладывают вместе путь между путем Авраама и путем народа Израиля при выходе из Египта. Авраам идет три дня по дороге, чтобы поклониться Всевышнего. Лишь тахавок, правильно, да? Служить. Причем это тахвая, то есть это служение выясняется в конце одним из тяжелейших испытаний, которые знал человек вообще от его появления на этой земле. Причем испытание страшнейшее и в вере, и в богобоязи во всем. Принести своего сына в жертву. Причем не просто принести своего сына в жертву. Это не только испытание отца. Это принести в жертву все, чему ты учил против человеческих жертвопростошений. Это принести в жертву обещание, что у тебя будет продолжение всего твоего дела. Ведь потому что он сказал бы Ицхак и Карель Хазера, то есть Ицхак будет назван тебе семенем. То есть от него все придет, он будет твой наследник во всем. И ты это приносишь в жертву. Одно из самых тяжелейших вещей. Для того, чтобы выдержать это испытание, этот экзамен, мы узнаем, то есть что помогло Аврааму, узнаем об этом в конце. Что он ире-элоким, что он богобоязнен. Это то, что дало ему возможность выстоять этот экзамен. И что этому дало? И тут богобоязненность Авраама приводит к чему? Помните, я вам сказал, то есть запомните два корня, ир-а и р-и-я. То есть видите богобоязненность. Его богобоязненность пришлила к тому, что он увидел Всевышнего. То есть ему раскрылся Всевышний. То есть ему произошло откровение. Из-за его богобоязненности. И поэтому назвал Аврааму место Гошем и Раэ. То есть раскроется Всевышним. То есть это место раскрытия Всевышнего. Это то, что произошло с Авраамом. Теперь смотрите про народ Израиля. Народ Израиля идет три дня для того, чтобы принести жертву Всевышнему. То есть они так вышли из Египта, правильно? Они идут три дня. На третий день они стоят перед самым сильнейшим испытанием их веры. Фараон приближается. Народ Израиля поднимает свои очи, видит приближающего войска фараона. Очень пугаются. Начинают вопеть. Что им Муше говорит? Не надо бояться. Встаньте и смотрите избавление Всевышнего, которое он вам сделает сегодня. То есть в принципе народ Израиля тоже видит Всевышнего. Им тоже Всевышний раскрывается. В конце сказано, что они Его и трепещут перед ним. Просто после того, как они увидели то, что Всевышний делает, написано в Иеру. И увидели то великую десницу Всевышнего, которую он сделал с Египтом. И затрепетал, то есть народ убоялся Бога, и поверили в Всевышнего и в Муше раба его. Получается, есть глубокая связь между приношением Ицхака и между пути народов Израиля к морю и проразвижение моря. И в принципе, можно увидеть напрямую движение Аврагама и движение народа одинаково. В те же дни они открываются Всевышние, они трепещут перед Богом, Абрам трепещет потом и так далее. Но здесь нужно обратить внимание еще на одну очень интересную, скажем так, вещь, которая здесь раскрывается. У Аврагама, я уже упомянул, но сейчас моя воля раскроет, у Аврагама его богобоязненность, это то, что привело к раскрытию Всевышнего. То есть это то, что привело к тому, что он увидел Всевышнего. То есть в принципе факт того, что Аврагам богобоязнен, сделал так, что Всевышний ему раскрылся в конце испытания, которое он прошел. У народа Израиля с точностью, наоборот, происходит весь процесс. Они сначала видят, как сказано, Встаньте и смотрите избавление, которое даст Всевышний, который сделал вам сегодня. И только в конце, после этого сказано, То есть убоялись народ Всевышнего и поверили Всевышнего и в Моше Рабаеву. В чем разница, в том числе, в чем смысл этой разницы? То есть порядка, то есть происходит очень интересное. Скорее всего, Все зависит от того, скажем так, с той точки начальность, с которой начинает Аврам, начинает народ Израиль. Когда они приходят к испытанию. Откуда Аврам приходит к испытанию и откуда народ Израиля приходит к испытанию. Аврам проходит испытания своей веры и народ Израиля проходит. Аврам, праотест наш, родоначальник нашего нации, нашего народа, У него есть огромная мощь и сила, он богобоязнен изначально. То есть у него огромная мощь богобоязненности, поэтому его начальная, исходная, то есть система, это система богобоязненности, с этого начинается. И он именно с этой силой, с этим исходным состоянием, ему он подвергается испытанию. И когда он его в конце концов выдержал с успехом, ему раскрывается все ученики. В отличие от него народ Израиля подходит к одному из главных экзаменов на море, когда там у них явно тяжело, скажем так, собрать силы. Они брабы позавчера. У них нет такой силы моментальной для того, чтобы выстоять в этом испытании. У них нет у этого еще ничего. Поэтому что делает Всевышний? Для того, чтобы они выдержали испытание, море, он сначала им раскрывается. Он сначала им раскрывается, потому что им нужна помощь небес. И тогда, после этого раскрытия, они это видят и приходят к треперету перед Всевышним. То есть они видят, как Всевышний воюет и так далее. Из этого теперь давайте поймем глубокую метраж. И в принципе соединим теперь, скажем так, весь процесс между Акидат и Цхак, то есть между пожертвовопоношением и Цхака и между развержением моря. Можно сказать следующее. Когда раскрытие Всевышнего, раскрытие Всевышнего в этом мире спустилось вообще в этот мир с помощью Авраам. Ведь Авраам своей верой, своей богобоязненностью спустил и дал возможность Всевышнему раскрыться в этом мире. После того, когда человечество надолго забыл. Ведь дело в том, что нужно понимать, что Всевышний раскрывается когда? Когда мы его ищем. Иначе он закрывает ликов. То есть богобоязненность Авраама привела, раскрыла ликов Всевышнего, раскрытие Всевышнего в этот мир. Это раскрытие было помощью, которую Авраам внес в этот мир в том испытании, когда народ Израиля стоял на море. И в принципе породило им уже похожее раскрытие, как у Авраама. Теперь, таким образом, Медраж выявит путь Авраама как подготовительный этап или как подготовительный фактор для предыдущей, скажем так, запланированного пути народа Израиля. То, что Авраам выдержал испытание с Ацхаком, стало для его сыновей не только заслуга праотцов, скажем так, виртуально. Нет, она работала в этом мире. Из-за того, что Всевышний находился раскрыт в этом мире, то есть в принципе те результаты, то, что сделал Авраам выдержав испытание, эти результаты сработали на море. Это раскрытие сработало и привели в конце концов его потомков к тому уровню, на котором он стоял сам когда-то, будучи испытываемым Всевышним, на преджертвоприношении Ацхака. То есть круг закрылся. И это, то есть они пришли в Иеру, в Ямину, в Ашем, в Мушианку, и поверили Всевышнему в Мушианку. В принципе, народ Израиля пришел к ступени Авраама, которую нужно было для того, чтобы в конце концов вести дальше расправление. И это то, что произошло нам дым. Кстати, таким образом можно понять другой Медраж, но мы, наверное, это уже ставим отдельно. То есть еще один очень интересный Медраж по этому поводу. Или хотите, я вам зачитаю, то вы теперь уже умны. То есть если мы подведем итог, мы видим очень простую вещь. Аврагам, Авину, своей погобоязнь, раскрылся Всевышнего. Это раскрытие Всевышнего уже работало в мире и помогло народу Израиля прийти к уровню Авраама потомков. Это то, что произошло нам дым. Это, то есть, великая вещь. Теперь на фоне этого скалорбия, если я глили, есть еще один Медраж. Когда народ Израиля вошли в море, уже гора Мария поднялась со своего места, то есть оторвалась. Смотрите, идет снова связь гора Мария и так далее. И жертвенник, на котором был Ицхак, то есть дерево и огонь, которые расположились на днем, то есть тоже поднялись. И Ицхак как будто возложен и дан на жертвенник. А Аврагам как будто поднимает свою руку и берет нож, зарезает своего сына. То есть, представьте, картина, когда народ Израиля входит в море, как будто гора Мария поднялась над морем, и на нем находится жертвенник, и на нем находится Ицхак, и над ним стоит Авраам с поднятым ножом. Говорит Медраж. Говорит Медраж. Помните, то есть Муша Рабей начал молиться, все уже сказал, что ты молишься? Давай, иди. А Марлифана в ма баядилаха сказал Муша Рабейна, что я могу делать? А Марлифан сказал ему Всевышний. А ты подними и восхваляй, давай песни восхваления, благодарность и высоту, и величие, и великолепие. И песни, то есть песни восхвалят, но для того, кому принадлежит война, то есть вместо Всевышнего. Видите, теперь вы этот Медраж теперь уже можете намного проще помнить. Все связалось. Авраам с Акидой, то есть Акида стоит над морем, и она завязывает все, и в принципе система работает, давай. Твоя задача проста, я уже распылился. Все теперь сработает. Осталось только испытать вверх, вперед. И в принципе сказал Муша народу, идите. И они пошли. Они пошли, в конце концов, в мертвый развернулось море. На этом мы увидели связь и разобрали, углубились и поняли, то есть из текста, что имел в виду Медраж, что Акида, приношение жертвы Ицхака, Авраамам, он не придется в жертву, но в принципе испытание это было заслугой и то, что помогло народу Израиля на море. На этом мы заканчиваем. Кто, кто нас слушал в записи, все хорошего. До новых встреч. Увидимся. Я прекращаю на этом запись. Продолжение следует.